Привет, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь на своей любимой улице Пасси. И всё случается когда-то в первый раз. Я сегодня стала обладателем чековой книжки. Для меня это немножко непривычно и смешно. Потому что чеками расплачивались. Ну, разве что в Санта-Барбаре. Как его там звали? Сиси Кэпп выписывал всем чеки направо и налево. И вот я теперь тоже могу это делать. Есть прям настоящие чеки. Здесь во Франции активно ими пользуются. И я не знаю, как я прожила три года без этих чеков. Но ребёнок идёт во французскую школу. И нас постоянно просят выписать чек. То там на 50 евро, то на 8, то ещё на какую-нибудь фигню. В общем, на всякие секции спортивные они просят чеки. Вот. И активно ими пользуются. Не то чтобы прямо это там какое-то исключение только для школы. Нет. Можно даже в магазине расплачиваться. Так что мы, конечно же, немножко в этом плане... Нам это удивительно, потому что Россия перепрыгнула этот этап. И более современно в этом плане, чем Франция. Франция немножечко, так скажем, застряла в прошлом. И пользуется такими устаревшими... Какой красивый подъезд! Устаревшими банковскими продуктами. Вот. Ну, что делать? Мы здесь... Если мы хотим здесь жить по их правилам, а мы хотим, то приходится мириться. И вот я теперь буду выписывать чеки. Смешно? Немножко смешно. Очень надо научиться это делать в правильном месте. Я вот сейчас расписалась получение. Все перепутала. Дату и подпись. Но вообще не важно. Это мелочи жизни. Научусь. Где наша не пропадала. Ну вот, я и дошла. О, еще и завтра будет это вид гриньи. Так. Что же здесь хорошего? Барахлишка. Барахлишка, которая мне, в принципе, не нужна. Цветы вот продают. Ох, какие пальто, кофты. Так, ладно, я пока не буду снимать. Потому что хочется все рассмотреть. Сказать, что я разочарована, это ни о чем, надо сказать. Всякая фигня. Ну что, я, наверное, сегодня последний раз на барахолке. Я разочарована полностью. Здесь не было ничего ценного. Еще и дождик пошел. Вот в таких сундуках товар у них. И выглядит все как с помойки. Как будто они это притащили. Все с помойки. Вот такие вот мятые халаты. Рванье какое-то. Ношеная обувь. Разочарование сплошное. Нет, я вообще не понимаю, как вот это вот все можно... Можно... Вот из этого что-то выбирать. Нет. Какие-то проеденные молью шубы. Я раньше это все любила. Ну, нет. Чтобы никогда не любила проеденные молью. Любила шастать по барахолкам и находить сокровища. Но сегодня... Но сегодня... Случилось что-то. И, пожалуй, все. На этом... На этом все. Ну, нечего выбрать. Вообще глаз не остановить. Абсолютно ни на чем. Какое-то... Какое-то вот... Барахло. Барахлище барахлянское. Вот. Не знаю. Ну, вот рамочка красивая. Это, пожалуй, первое, что мне понравилось. Красивая рамочка. Вот кто-то откуда-то кресло подоставал. Ой. Грусть и печаль. Какие-то вообще серые шторы. Ну, полын, что ли, мыли. О! Артишоки. Я их не умею готовить. Мне кажется, тут больше мусора от них шелухи, чем съедобная часть. Так. О! Гибискусы. Гибискусы. И, кстати, васильки. Васильки 6 евро. Идет дождь. Крупные такой капли. Прям видны. Очень красивое здание. Там-то вот лесенка ведет. Прям дождик усиливается. Надо мне скорее прятаться. Здесь, по-моему, было шан где-то. Да. Я иду лопаю ягодки. А шан еще через два дома. Надо прятаться срочно. Потому что мокро. Как под душем. Включаешь, когда еще вода не успела нагреться. И вот эти вот первые секунды, пока прольется, тепленькая водичка пойдет. И вот оно самое леденющее. Вот такой дождь сейчас. Фух. А-а-а! В парке постоянно что-то цветет. Я даже не знаю названий таких растений. Вот такие вот. Огромный-огромный куст. Синеньких цветочков. Вот здесь мальва тоже. Сейчас начинаются мальвы. Испускаются потихоньку. Листики похожи на акацию. Может быть, это и есть акация. Да, скорее всего, какой-то сорт. Какой-то декоративный сорт акации. А вот это я дерево больше всего люблю. Это гинко. И какие же у него красивые листья желтые. Когда они желтеют, осенью опадают. Я все время хожу, собираю. И у меня уже во всех книжках и журналах гербарий от этого дерева. Очень красивые листочки. Они здесь такие крупные. Чудесные в виде, не знаю, самолетиков, парашютиков таких. Здесь можно и березку встретить. Люблю парки наши. В нашем районе. Это сад Ранлак. Здесь в самом... Ой! Так, надо под ноги смотреть. В самом садике много маленьких разных таких вот участков, клумбочек. Они прям с любовью оформлены. Не знаю, что вот это такое. Тоже непонятно. Вот. Так клумба красивая, которая впереди. Но ребенок свернул направо, поэтому пойду сюда. Ой, вот этот вот душистый горошек. Ну, прелесть. Нереально. Это поднимает настроение. Я стою мокну под дождем, но дождик тепленький. Поэтому ничего страшного. Пришла домой. А тут на моей кровати кто-то лежит. Как Машенька. Фигова. И думает, что это его кровать. А я уходила. Это был ливень. Оно уже пришло само. Наверняка перекусило. Да. Лапы намыла, потому что лапы розовые. А обычно шляется. А тут прям розовые-розовые. Какие пальцы чистые. Такий сужд. Лапы намыл. Потому что он же знает, что на кроватку на беленька только с чистыми лапками. Да. Да. И, Паиньки, спи тебе. Утомился бедный. Бедное наше чудище. Да. Ну, все. Не буду тебе будить спить, детка. Тебе сейчас послеобеденный сон. Ты же мой хороший мальчик. Самостоятельный. Сам пришел. Сам открыл. Покушал. Лапы намыл. Спать завалился. Вот ведь какой, а. Умняга. Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот коробочка все за 1 евро посмотрим что тут за один евро можно приобрести уже не густо ну посмотрим не очень как бы удобно снимать видео потому что ой сколько сегодня тут всего а ее это очень много так на сегодня товар поприличнее чем вчера хотя тоже на любителя мне меня пока что ничего не привлекает очень много украшений очень много одежды точно смешно тетенька ли дяденька кто-то шляпах кто-то с ума сошел уже мне кажется 5 шляп так ладно церковь очень красивая церковь снимать господи не запрещается так очень много одежды прям так большинство товаров это одежда так вот здесь что-то очень красивая корзинки и фарфор фарфор окна сегодня опять праздник барахольничество боже все барахольщики парижа наверно сюда пришли так ну что надо к чему-то подкрасться где не очень пристально смотрят и по повнимательнее рассмотреть товар так вот сейчас пока загоражусь дяденькой нет ничего особенного барахолка барахлище так выключаюсь что я не ушла без покупок вот такого мара пластикового можно купить за 5 евро если кому-то нужен так много очень настольных игр для детей они в магазинах стоят как крыло самолета а здесь три раза дешевле и некоторые даже не рад не раскрыты так здесь для малыш не для малыш не куколки вот такую лимошку тарелочку купила за 2 евро она старенькая вот значок лимош но в отличном состоянии никаких сколов нет я ее отмыла и будем пользоваться повседневно воду из нее есть очень милая красивая в отличном состоянии